Руслан Казанцев Когда-то бегал пацаном за той девчонкой Что влюблена была безумно в эскимо Любви нечаянно красивые обломки Им в моей памяти остаться суждено Прошли года, и я уже теперь не мальчик Как жаль не повернуть былое время вспять Не отвезет меня туда речной трамвайчик Мне двадцать пять, друзья мои, мне двадцать пять Прошу, прошу, прошу лишь одного Любви, любви, любви больной душе Пустяк, мне четвертак всего, но стоп Мне четвертак уже Пустяк, мне четвертак всего, но стоп Мне четвертак уже Нет, не забыть мне тех дворов шального детства Где нам дышалось беззаботно и легко Подъездов старых, куда мы бежали греться И голубей, охрану пыльных чердаков Я повзрослел, или мне это только снится И по-другому жизнь стал воспринимать Отметь со мною юбилей, моя столица Мне тридцать пять, друзья мои, мне тридцать пять Прошу, прошу, прошу лишь одного Любви, любви, любви больной душе Пустяк, мне тридцать пять всего, но стоп Мне тридцать пять уже Пустяк, мне тридцать пять всего, но стоп, мне тридцать пять уже. Прошу, прошу, прошу лишь одного любви, любви, любви больной душе. Пустяк, мне сорок пять всего, но стоп, мне сорок пять уже. Прошу, прошу, прошу лишь одного любви, любви, любви больной душе. Пустяк, мне пятьдесят всего, но стоп, мне пятьдесят уже, но стоп, мне шестьдесят уже, но стоп. Нам никогда не будет 60, а лишь 4 раза по 15, ну или 3 по 20, ну на крайняк 2 по 30, но всем нам, я желаю, 4 по 25. Долгие лета жизни. Всю информацию о программе к нам приехал, а также о гостях на нашем сайте, адрес которого www.laminortv.ru. Начинаем разговор. Руслан, крайне рада тебя видеть, выглядишь замечательно. И что самое интересное, действительно поддерживаешь тот имидж, который тебе уже сложен годами. То есть Руслан Казанцев живчик такой. Дай бог уже живчик, мертвый ты не потеет, а в наше время, тем более сейчас такая погода. Да ладно, ладно, ладно. Лучше живчик. Нет, ну действительно, вот это постоянно, Руслан Казанцев ассоциация с вечно хорошим настроением, с вечным таким бодряком. Всегда все хорошо, всегда в любой момент может пуститься в пляс, всегда есть в карманах... Прямо сейчас могу. Да, подожди секундочку. Вот, всегда в карманах есть какие-то мини-диски на все случаи жизни. Костякин и бросит в окно просто. Да, где-то в багажнике. Он как Ермутов, счастья не ищет, но ждать это просто смешно. Да, да, да. Где-то всегда гитара там, я не знаю, либо у товарища. Хочу, где-то всегда она всегда применена. Да, где-то всегда она в заднем кармане брюк, да, находится какая-то гитара и так далее. И так далее, вот эта вечная готовность быть востребованным, это действительно такой имидж, который сложился вокруг тебя, или действительно так у тебя по жизни? Слава богу, что никто не видит меня в депрессионном состоянии, а кое-частым образом меня посещает наедине, так сказать, когда я, ну, просто лежу дома на диване перед телевизором. Ну, или где-то еду в машине, там еще так далее. Потому что, как любой артист, на публике всегда сразу просыпается свое эго. Ну да, когда зрительный зал сразу хочется зажигать. Тут же сразу так, оп, погнали. Ну, кстати, есть такое мнение, что, в общем-то, никто так не страдает какими-то депрессиями и хандрой, любимая, да, болезнь Пушкина, да, 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 да. Вот, чем как раз какие-то весельчаки, и мне все время хотелось разрушить этот, так сказать, стереотип, что, в общем-то, если человек веселый, он всегда веселый, а если он грустный, то, значит, он всегда и вот такой вот он. Нет, просто мне один врач, когда у меня был определен вообще очередной приступ депрессии, сказал, Руслан, до тех пор, пока ты будешь плакать, ты будешь плакать один, но когда ты будешь смеяться, вокруг тебя будут смеяться все. Ну, между прочим, наблюдение, которое, в общем-то, у меня так с годами, я в нем абсолютно, ну, укрепилась, что ли, да, что мы никому не нужны, когда нам плохо, когда мы плачем, когда мы грустные, мы нафиг никому не нужны. Причем мы это расцениваем как какое-то предательство, а на самом деле почему человек должен тянуться туда, где ему плохо. Тянули всегда к красивым и успешным. Да. А талантливым и красивым многое обращается. Тебе Бог дал такой классный голос, такой замечательный слух. Говори так долго. Нет, серьезно, серьезно, у тебя очень красивый тембр голоса, это действительно слышно. Раньше был очень противный, вот лет до 25, до 30 точнее даже никто слушать не мог. Я тебя тогда не знала. Нам же сколько, как ты пел сейчас, 4 раза по 15? Это как минимум, да. Да, да, да. Вот, я тебя тогда таким не знала, но в принципе, вот действительно тебе Бог дал, чтобы вот нести, вот как бы жить, процветать, расцветать, цвести, пахнуть, да, как это называется. Аромат. Да, да, да. И только принимать букеты поклонниц. У тебя, к сожалению... Это в прошлом. У тебя, к сожалению, этого вот не происходит, то есть, кто тебя знает, тот знает, еще кто слушал тебя, когда ты был в составе группы Лесоповал, ныне здравствующий, но... Была такая проблема. Уже, да, 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 без тебя, да это и было уже давно-давно, вот. А вот как воспринимать тебя вот как сольного, самодостаточного Руслана Казанцева, певца, вот могут только, наверное, какие-то люди близкие, которые тебя давно знают. Ну, есть, в общем, определенный круг людей, которые меня давно знают, любят и почитают, в принципе, я без дела не сижу, то есть, я как работал, так и работаю. Просто нужен какой-то определенный момент, трамплин, с которого можно будет прыгать, потому что в наше время, на самом деле, еще... Так у тебя трамплин был Лесоповал, насколько я понимаю. Это было, но это, понимаете, дело в том, что все-таки это большая группа, и там я как лошадь шорох был. У меня что еще, вот у меня шоры есть, вот сток сена, тебе сказали, так, сегодня взял гитару, поехал туда, там получил стока, и добрый еще хлебором. Ну, ведь недаром считается, каждый актер должен найти своего режиссера, да, каждый мужчина свою женщину, каждая женщина своего мужчину. Чем я сейчас занимаюсь. Ну, а каждый певец, если он является автором, да, своего автора. Ну, авторы у меня, слава богу, есть. То есть, у тебя уже сейчас какой-то постоянный... У меня, слава богу, у меня сложился определенный круг людей, с которыми я работаю, я даже могу их перечислить, в принципе, это никакого середа-то наше. Будет приятно. Это Сережка Ермолаев, мой старый корешок проверенный. Юрочка Алмазов, с которым я записал первый диск, когда ушел из группы Лесоповал. Огромный привет этим ребятам. Конечно, Яша Боярский, я тоже, в принципе, человек уже известный в наших кругах. Вот сейчас новый парень абсолютно появился, это Дима Хмелев, он работает с Александром Розенбаумом. Ты его знаешь, кстати, мы уже встречались. Молодой, талантливый, да. Там, кстати, очень шикарные песни у него есть, и сейчас я взял на вооружение. Значит, есть Руслан Ходняков, это питерский парень еще один, там, ну, в общем, еще... То есть, вот это определенный круг людей, с которыми я работаю, и, в принципе, это очень талантливые авторы, очень плодовитые. Поэтому, в принципе, у меня проблем с материалом нету. Как говорится, были бы деньги, а песни запишем. Ну, кстати, очень многие сейчас практикуют просто записать, например, песни, или отдать ее на радио, или, там, выпустить, может быть, сингл, а то и даже и этого не делать, не выпускать альбомы. Я просто не знаю, как... Стало невыгодно. Да, да, да. Могу объяснить, почему. Если раньше рынок был очень маленький, в то время, когда начинал даже группу Лесоповал, она была одна, был один круг, там, был Шуфутинский, там, то есть, вот этих людей можно было перечислить по пальцам, правильно? То сейчас, если заглянуть куда-то, вот там, в интернет еще куда-то, то там уже будет не десять человек, а их будет тысяча десять. Правильно? И они все несут свой материал, и уже студия, просто им неинтересно стало работать. Они сейчас приходят, они говорят, ну, заплати нам каких-то денег, мы тебя выпустим. Раньше все было наоборот. Поэтому сейчас записывать альбом, это дело неблагодарное. То есть, если у тебя, конечно, есть деньги, ты можешь его записать. Но если нет, то лучше записать одну хорошую песню, делать на нее упор. Просто вот я потеряла твой этот процесс творческих историй, вот на том диске, который у тебя вышел. Лесоповал, да. Лесоповал, да. Я записал после этого второй диск, но как-то мне все казалось, что вот я, то ли я не хотел продешевить, то ли не было человека рядом, который мог мне подсказать, что с ним делать. Я немножечко просил, потому что в наше время нужно быть постоянно, вот, вот, постоянно. Только стоит немножечко тебе отойти и вывести, и за бойму выпустить, и все, и ты уже, так сказать, вне игры. Ну, слава богу, у меня так не случилось. Да, по альбому я просил, но из-за бойма я не выпал. То есть, я как работал, так и работаю. Люди меня знают, всегда приглашают. Я зарабатываю. То есть, если какие-то новые песни покажешь? Ну, парочку покажу. Ну, в основном, конечно, старые. Просто еще новые не очень хочется светить, потому что вот у меня сейчас, скоро я начну работу уже над новым сборником, над новым проектом. То есть, я, кстати, изыскал средства. Ну, вот, и бог даст, с сентября где-то, грубо говоря, уже у меня такой процесс. А потом, так между нами говоря, хорошо показывать новые песни в большом концерте каком-то. А когда тебе дается час 15 телевизионного прямого речи, то лучше... Да украдут просто, да и все. Да лучше порадовать тем, что, в общем-то... Нет, у нас люди, они знают и любят те песни, которые они уже знают. Ну, это проверено, я уже на концерт, я уже 20 лет на эстраде, уже третий десяток пойдет. Вот, грубо говоря, да, вот в сентябре, в сентябре, в октябре уже пойдет третий десяток, как я работаю на эстраде профессионально. И как артист балета, и как вокалист, и просто как артист эстрады. Поэтому я уже, на моем веку уже столько было. И даже вот я сейчас наших мэтров вижу, которые свои новые песни показывают, и очень с трудом их воспринимать. Ну, как только они начинают петь что-то там наподобие, там, я не знаю, там... Ну, Жень, постой, паровоз, не стучите, колеса, весь зал тут же начинает петь хором. Ну, да. Самая поющая страна в мире, это Япония и Россия, наверное. Караоке по-русски. Ну, да. Вы не думайте, друзья, что Руслан такой уж пожилой, сильный человек, просто он рано, он давно. Просто он рано и давно. Не пожилой, но, ну, знаете, не 16 и не первый. Да, 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 да. Ну, в самом рассвете и сил. Ну, что, давай следующую песню. Сегодня мы решили вот так вот сделать, что сам артист будет объявлять те песни, как... Я вот так думаю, сейчас стоит под гитарочку, или лучше все-таки еще минусочек один надо дать? Ну, ты давай подумай, потому что если это будет минусочек, то чтобы этот минусочек на режиссерском пульте у нас нашли... На режиссерском пульте? Ну, давайте тогда, давайте еще, наверное, пожалуй, один минус мы сделаем, а потом порадуем людей уже живым исполнением. Минус как песня будет называться? Песня будет называться где-то очень далеко, я написал Дима Ахмельев, опять же, это одна из самых любимых песен в моем репертуаре, я очень люблю ее исполнять. И сегодня, поскольку я общаюсь с такой очаровательной женщиной, которую знаю уже столько лет... Пой, давай же, пой, 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 пой. Я сегодня все песни посвящу тебе. Спасибо большое, сегодня мой день. Тем более, я тебя не видел давно, ты великолепно выглядишь, и все посвящайся. Где-то очень далеко, это ретроспективные песни о нашем детстве, о нашей юности, о родителях, о нашем доме. Где-то очень далеко, было просто и легко, и купался я в своем детстве. К пацанам бежал стримглав, дрался, часто был неправ, вот стучусь, да на замке дверца, за которой устала, батю вечером ждала, самая любимая мама. Пахла хлебом, молоком, да отцовским табаком, а весну сиренью пьяной. Трав нескошенных роса, за рекой голоса, удивительная птиц пенье. По-былому, как по льду, побегу и упаду, но куда же ты, постой, время? Дай напиться из ручья, где, любимая моя, из цветов плела венок счастья. И старалась, как могла, каждый листик берегла, да я, видно, с глазик. Затерялся счастье след, сколько зим прошло и лет. Ветер грустную поет песню, где вчера была вода, там полынь да лебеда, и от горечи в душе тесно. Разрывает сердце грудь, мне сегодня не заснуть, отравила память сон, яда. Ветер забери меня, где поменьше воронья, где всегда мне будут рады. Ветер забери меня, где поменьше воронья, где всегда мне будут рады. Где-то очень далеко, было просто и легко. И купался я в своем детстве. И купался я в своем детстве. И к вопросу о детстве. Вот недавно практически возвернулась из Санкт-Петербурга. Это твоя родина, если я не ошибаюсь, точнее, родина твоя, по всей видимости, Ленинград. Хотя не так болезненно питерцы реагируют на Ленинград, а для меня тоже как-то Ленинград. Причем он с Лениным совершенно не ассоциируется, просто Ленинград. Я не знаю. Я сейчас объясню, почему. Ленинград больше он ассоциируется с людьми, которые все-таки там родились и прожили во время войны, пережили блокаду, в послеблокадные времена. То есть, вот такой постсоветский период, тяжелый, там, Сталинский, Хрущевский и так далее, тому подобное. Для них это как-то более болезненно и трепетно, как моей бабушке, она блокадница, она пережила блокаду, поэтому для нее Питер, он всегда остается Ленинградом. Но уже более молодой поколенник, я помню, с детства мы всегда... Тусовочный, всегда Питер. Тусовый, все как-то Питер, там, из Питера, там, питерский, туда-сюда, и как-то мне уже Питер, и Питер, и я уже как-то с этим свыкся, и привык, и для меня Питер есть Питер. Хотя, в принципе... А сколько ты уже лет в Москве? В Москве я уже 13 лет. Ничего себе. Кстати, знаешь, как меня твои... 94-й год. Нет, я могу сказать одно, я за «Зенит» как болел, так и болею. Ну, «Зенит» это... «Зенит» с «Зенитом», я знаю, и в Москве тоже есть люди, которые за «Зенит». Я могу как сказать, как Саша спел свои песни «Разумавому». Ну, коли я выпала питерцем быть, то никогда Москва не станет родной, но я знать ее хочу и любить, но по себе могу сказать... Но там очень ревностно, в Питере именно относятся вот к тем, кто уезжает в Москву. Нет, я считал и считаю себя все равно питерцем, и с этим ничего не поделаешь. Но Москва уже стала родной, на самом деле мне здесь комфортно, этот город меня оплетел. Было бы просто, ну, не культурно и подло, я считаю, оскорблять то место и тот дом, который тебя принял, который тебя кормит, привечает и так далее и тому подобное. Поэтому я не могу сказать, что Москва это... Замечу аномальное явление. Я уезжала из Москвы, здесь было там 35, а туда приехало 12 градусов тепла. Вот такой вот разницы в температуре, это точно что-то происходит с климатом, такого никогда не было. Всегда разница 5 градусов. Ну, максимум, да, 5-7 градусов, не больше, потому что Питер, Москва. В Питере повлажнее, да, я согласен. Ты часто бываешь там? В последнее время крайне редко. Почему? Как-то все не получается. Сейчас столько всяких вот поездов, которые едут, практически столько, сколько я еду из дома до Останкина. У меня там мало осталось уже друзей с теми, с которыми я общаюсь, ну, я созваниваюсь с ними. Я, в принципе, квартиру там уже последний оплот продал, это, кстати, мама тоже перевез сюда уже в Москву. Поэтому, в принципе, у меня все здесь. И я, конечно, безумно скучаю по Питеру. При любой возможности, конечно, удобно, я туда еду, естественно, когда мне говорят... Молодой человек этот, который меня назвал жительницей жирного пуза России, кстати, это удивление, опус удивительный совершенно. Это вот поэзия... Ну, правильно, надо сказать, что Москва все-таки это не Россия. Он практически плакал на предмет того, что он закончил театральный в свое время, ну, логитмик, и сказал, боже мой, как обидно, наш Хабенский уехал, там еще кто-то. Ну, я сейчас просто на вскидку из популярных актеров, которые сейчас в связи с тем, что снимают много ее в сериалах, и какие-то еще проекты, антрепризы и так далее, уехали и говорят, ну, как так, ну, ведь можно же сниматься там, так сказать, там, но жить все-таки в Питере. Какая-то вот есть такая обида. И мне кажется, что ты сказал, что ты потерял многих, ну, друзей, мне кажется, что это есть и причина. Я немножко обмосквачился. Да-да-да, москвачился. Да, немножко, потому что даже сейчас, когда я уже приезжаю куда-то, мне начинают говорить, ой, какой смешной акцент у вас, я говорю, в каком смысле акцент? Я говорю, у нас всегда была самая чистая речь, то есть, ну, я пьячусь на себя. Ну, не, ну, самая чистая я вне... В Питере? Да в Питере, боже, я тебя умоляю. Вот, и тут мне говорят, что у вас какой-то акцент, я, боже мой, дожил называется. Говор, говор у нас, московский говор. Я уже начал там, я уже начинаю говорить, палатки, бордюры, ехай, понимаешь, то есть, все вот это вот. Ну, конечно, как без поребрика и парадного. Поребрика, конечно, парадный, и ларек все-таки, понимаешь. И булка хлеба. Булка хлеба, да-да-да, и езжай вместо ехать. Да-да-да, как-то даже. Не вяжется как-то с Питером. Ну, хорошо, что случилось-то случилось, и освежи мою память. И заодно, возможно, кому-то скажи заново, а может быть, кому-то так же, как и мне, и освежишь тоже биографическую такую справку. А что ты в Питере заканчивал? А, окей, значит, я родился и вырос в городе-на-Неве, вот, в районе Таврического сада я сначала жил, потом... В Таврическом саду. Ильдар! Пил портвейн в Таврическом саду. Прямо с рождения причем, что характерно, у меня соска, она сразу была с портвейном, когда родился, очень, да. Вот, ну, а кто не пил, в общем, в свою бытность-то. Потом, значит, мы переехали, наша семья переехала на гражданку. Гражданские проспекты, я там жил, значит, недалеко от метро, академическая. Потом мама с папой развелись, разменяли квартиру, мне было тогда три года, и я оказался на проспекте науки, ну, опять же, рядом на академической. То есть, это, опять же, гражданские проспекты, учился в 162-й школе, 473-й. Вот, но перед этим успел поучиться, значит, в музыкальном интернате на Растанной, 38, как сейчас, помню, самый тяжелый. А как так, музыкальный интернат? А это музыкальный интернат, это специальный интернат. То есть, там домой не пускают, день и ночь сиди играют? Нет, все, я, да, я всю неделю находился там, занимался музыкой, мало того, еще ко мне папа туда приезжал, меня добивал там окончательно своими занятиями. Я там слышала, обычно такие бывают, ну, спортивные школы, когда с полным поселением, чтобы... Полное поселение, полный пансион, причем это все так, тогда на государственной основе было все это государство. Причем это было на другом, это было на Литейном, туда в конце Литейного, дальше. А я же, в том числе, это мне через весь город, я даже одному приходилось ездить. Это был второй, третий, четвертый класс. Какой самостоятельный парень, порубок. Мало того, я же еще ходил и в детский сад тоже интернатского типа. Ну, это пятидневка назывался. Пятидневка, да. Понимаешь, то есть, я плакать начал уже тогда. Слушай, меня оторвали от дома. Ну, судя по твоему рассказу, не очень-то ты нужен был родителям. Достал ты их сразу. Скажем так, просто родители были заняты своей работой, вот. Ну, а я-то же бабушка, поэтому я то на гастроли, то беспризорничал с мамой на гастроли где-то в районе Сыктывкара, значит, где оставили меня на второй год. А у тебя мама актриса? Актриса, конечно. Драматическая? Она закончила музыкальное училище имени Римского города в Санкт-Петербурге, тогда еще в Ленинграде. По, значит, классу у нее было оперетто. В общем, сейчас это называется отделение мюзикла, а тогда это было оперетто. То есть, она была и опереточная актриса. В общем, она танцевала и пела всю свою сознательную жизнь практически. Вот откуда. Значит, и до пенсии. А папа же у меня тоже, у него два высших образования, один военно-музыкальный институт и консерватория, поэтому ноги-то растут оттуда, естественно. От коренных зубов практически. То есть, ничего удивительного нет. Нет, он не вендеркинд. Это наследственно. Это династия. Это династия, да. Поэтому сейчас у меня дочь растет, которой скоро будет 4 года. И дело в том, что вот судя по тому, как она уже себя сейчас ведет, я понимаю, что все-таки дядя Гена постарался. Эта династия, от этого никуда не денешься. Поэтому, ну, что ж поделать. Так получилось. Ну, так а ты после школы? Потом, значит, я... Ну, естественно, музыкальная школа. Потом немножко маленький опыт был у меня акапелла. Тоже мне там, ну, не прижился. Потом, значит, я поступил в Нахимовское училище курсантом, опять же, в оркестр. Ой, как красиво. Как Роман. Мне кажется, в Петербурге, ну, тогда аж не в Ленинграде, но хорошо, в Питере так будем называть. Потому что Питером его называли во времена Ленинграда и сейчас, да. Вот, в Питере, мне кажется, каждая вторая девушка мечтает выйти замуж за курсанта. Да, чтобы потом он ездил постоянно в Швецию, в Финляндию. Ходил точнее. Ну, не знаю. Не знаю, может быть, но меня туда папа определил. Я абсолютно не армейский человек, и абсолютно, у меня всегда были проблемы с начальством. И в школе, и в интернате. Так вот поэтому и надо было тебе там учиться, потому что это дисциплинирует. Дело в том, что, ну, хорошо, но если бы это помогло, понимаешь, я бы тогда сказал, да, наверное... Это помогло бы, если бы ты не бросил. Нет, ну, дело в том, что я потом-то, я пошел в армию, то есть я потом поступил в музыкальный училище именем Мусоргского Мусора, как у нас его называют, Мусоряга. Да. Вот, которая находится на... Господи, а где же она находится? Вот. Да неважно. Ты представляешь. В общем, напротив, у гитмика, короче, вот того самого института. Ну, у цирка, в общем. Да, недалеко от цирка, ну, ты представляешь... Маховая. Маховая, Маховая 15, все правильно. Вот, они, ну да, в общем, 31 или 38, я уже не помню. Вот, потом я, значит, после второго курса с резком оттуда вылетел и загремел, конечно, в армию, опять же, вот, отслужил в армии, потом обратно хотел восстановиться, но уже не восстановился. Но этого образования мне хватило, потому что все, чему меня учили... Два года ты учился? Да, все, чему меня учили в школе, в училище, папа, чему меня учил, из-под палки, опять же, потому что со мной занимались только с ремнем и с дубиной, вот, при помощи щелбанов и под затрещин. Нет, я, конечно, ничего не говорю, но просто папа в это был, я был первенец, как его воспитывали, так он меня воспитывал, поэтому вот. Но я могу сказать однозначно, до тех пор, пока в человека что-то вбивают, ему ничего не вобьют. Сейчас мне в жизни... Вбивают и вбиваются, просто это всплывает намного позже. Вот я из-под палки занималась фортепиано, но что самое интересное, на фортепиано занималась, но что самое интересное, я не помню ни одного дня, который я училась, то есть, если я какие-то дни помню, это все было связано с слезами, с какими-то, ну, жуть, у меня вот до сих пор среда и суббота, не очень-то я люблю эти дни, потому что в среду я ходила в школу, а по субботам приходил педагог на дом. Да-да-да, и суббота, вот это вот выходной, она брала и все это перечеркивала. Вот, ну что самое интересное, вот прошли годы и даже уж десятилетия, вот, на время от времени какая-то вот, нет-нет, а что-то выплывет какая-то из сольфеджи, что-то такое, то есть... Нет, я тоже понимаю, в каком порядке квартово-оквинтовый ключ появляется, там, вот, 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 а это... Нет, ну, это понятно, неизбежно, конечно, что-то оно отложилось, но дело в том, что, например, вот эта геометрия там какая-то, я не знаю, там, физика, химия, то, что меня это пичкали, то, что папа меня постоянно заставлял на пианино, я занимался, я уже там, я в четвертом классе играл программу, там, чуть ли не поступление в музыкальное училище, понимаешь, мне это в жизни ничего не пригодилось. Ну, ничего абсолютно. Пошел я, вот, на гитаре я пошел заниматься сам, до сих пор меня этот инструмент корит, хотя я не гитарист, я знаю, там три аккорда, но мне их по жизни хватает, они меня кормят, понимаешь? Действительно ли, может быть, не стоит так уж прямо сильно вбивать в ребенка, он все равно что-нибудь, а кормиться-то он, действительно, зачем заканчивается институт, когда можно, как мы говорим в Москве, пойти в ларек и быстро разбогатеть? Нет, гимнастика для мозгов нужна, просто нельзя, я еще раз повторяю, нельзя ребенку вбивать, вот все, что меня вбивали, ничего не пригодилось. Танцевать я захотел научиться, я пришел к маме и сказал, мама, пожалуйста, мы пошли там, продали какие-то две хрустальные вазы по тем временам дорогие. Скажите, по секрету, еще нас так занимали разносторонние, всячески старались сделать, чтобы у нас не было ни минут свободного времени, чтобы мы не попали в плохую компанию, потому что... А мы тогда воспитывались на улице, между прочим. Да, потому что, да, был только двор, а во дворе были большие парни и плохие девчонки. Но заметьте, тогда не было наркотиков и проституции. Мне кажется, это было всегда... Она была, но где-то там, и для нас увидеть наркомана, мы ходили как в музей, где вот наркоман, это наркоман, это что-то, там проститутка, а ты что, проститутка. А уже там, говорить, гомосексуалисты, для нас это вообще, там это... Мы очень глубоко с тобой копнули, давай песню споем. Нет, ну я тебе к тому, что вот это самое, нас улица вырастила, потому что сейчас... К вопросу о трех аккордах, ты что-то хотел вживую сыграть. Просто ты меня с мысли сбила, я так хотел... Нет, ты завелся прямо вот, вот особенно на последних нотах, прямо завелся, чувствую, вживую сойти. У нас еще есть время, поговорим. Нет, поскольку я стал отцом, как это... Молодой человек, одно неосторожное движение, и вы отец. Да-да-да. Поэтому, как говорится, вот эта тема воспитания, она уже слишком сильно затронула меня к 40 годам, поэтому... Ну, и по этому поводу, наверное, я тогда все-таки спою одну песню, у меня мой товарищ, он знал, что я буду сегодня на эфире, попросил меня исполнить одну песню, она, значит, тоже про любимый город, это написал опять же Дима Хмелев. А он, кстати, питерец Хмелев, да? Он из Челябинской, город Пуласт. А, понятно. Просто как-то так его, как-то сразу стал ассоциируется. Ну, видимо, из-за Розенболга. Ночь быстро пронеслась, и свечи догорают. Любимый город мой, я по тебе скучаю. По улицам твоим, не знающим трамваев, да более дорогим. Где с серым мы шагали, где девочкам цветы красивые дарили, где в горсотах менты с тобою нас ловили, и голову сломя от них мы убегали. Серега, ты-то я, нас так и не поймали. Жаль, не перевести часы назад, но все же, Серега, не грусти. Друг другу мы поможем, конечно, будет все. Любовь и смерть и слезы, но каждому свое. Лишь не было бы поздно, но каждому свое. Давай поговорим, давай повспоминаем, Немного погрустим и что-нибудь сыграем. И что-нибудь споем, и выпьем понемногу за то, что мы вдвоем. Здоровое, слава Богу, за то, чтобы мечты у нас осуществились, Чтоб в жизни мы с тобой чего-нибудь добились. И чтобы все было не зря, нам повезет, я знаю, Серега, нас с тобой. Господь благословляет, пусть будет тяжело, Ведь в этом-то и счастье мы всем чертям назло. Судьба у нас во власти, Серега, это жизнь. Не надо постараться, не упади, держись. Хоть трудно удержаться, не упади, держись. Я что-то, извини, расчувствовался малость, Не устал за эти дни, тоска ко мне подкралась. Фотоальбом достал, тяжелый с пыльной полки, Его перелистал от горки и до горки. В нем запахи весны, и Новый год, и море, Все наши пацаны. И мы с тобою в школе, жаль, не перевести. Часы назад, но все же, Серега, не грусти. Друг другу мы поможем, пусть будет тяжело, Ведь в этом-то и счастье мы всем чертям назло. Судьба у нас во власти, Серега, это жизнь. Не надо постараться, не упади, держись. Хоть трудно удержаться, не упади, держись. Серега, это жизнь, не упади, держись. Отличная песня. В программе «К нам приехал» Руслан Казанцев. Всю информацию о программе «К нам приехал», так сказать, о гостях программы «К нам приехал» вы можете увидеть на нашем сайте, адрес которого звучит следующим образом. www.laminor.tv.ru Руслан, такие два интимных вопроса. А так? Да-да-да. Хочу заметить, что ты один из немногих мне знакомых артистов, которые с такой... Мы встречаемся не часто, но такой с завидной периодичностью, там, раз в два года, это там в полтора, это точно абсолютно, и неважно, там, на радио, на телевидении или просто в жизни, да? Что характерно. Вот, да. И ты вот один из немногих, который каждый раз при нашей очередной встрече приходит с разной девушкой. Ну, все время с какой-то другой девушкой. Причем не объясняя, кто эта девушка. Жена эта, любимая, сестра, костюмер, гример, соседка, просто сейчас подвозил, пока ехал. То есть просто... Нет, как правило, могу тебе сказать сразу... Сегодняшний день не исключение. Я просто... Сейчас я объясню, почему. Это... Как у нас называется сейчас, господи? Нет, ну, секрет, это... Арт-менеджер. Арт-менеджер. Да, так же. То есть сегодня ты перешел с арт-менеджером. А все остальные? Это у тебя такая текучесть кадров, наверное? Нет, у меня... На твоем рабочем... Никакой текучести абсолютно. На твоем рабочем месте я... Нет, абсолютно никакой текучести. Это рабочий абсолютно момент. Второй вопрос. Интимный, хорошо все. Арт-менеджер, хорошо. Второй вопрос. Артист, как правило, неважно, сильно ли он... Нет, ты не подумай, я ни в коем случае сконфузился, ни в тусовался, если ты об этом подумаешь. Сильно ли... Нет, нет. Сильно ли он какой-то танцующий, поющий, гастролирующий или студийный, неважно. Как правило, артист, он всегда чуть-чуть как-то так раз в какой-то момент замораживается, в самом хорошем смысле, и как-то не меняется, не меняется, а потом проходит там лет 20 раз и просто все замечают, ой, постарел, да? Вот ты очень сильно меняешься, ты то толстеешь, то худеешь, ты как этот фильм-то про профессора, ну, в общем, где играть, то есть, и он то такой, то такой, то есть, такое ощущение, что у тебя есть какие-то волшебные шарики какие-то, или ты как-то управляешь своим организмом, либо у тебя есть какой-то шайтан-продукт, например, какая-нибудь помада, Какой-то тортик, какая-то макарошка, вот, на которую ты наваливаешься Нет, я сейчас опять набрал пару килограмм Нет, наоборот, ты сказал в гримерной комнате Ну, а это нет, 17 я скинул, но сейчас набрал пару, сейчас 15 То есть, от того 15 скинул, получается Ну, смотри, это же чудовищные такие цифры, по большому счету Это чудовищный труд, на самом деле Сейчас люди, которые мечтают там хотя бы 3 килограмма скинуть, думают, боже мой, как же это он так делает? Ты, в общем-то, по... Ничего сложного, абсолютно Могу дать... Просто немножко понервничать? Нет, во-первых, это самое... То есть, ты от нервов не ешь? Лучше всего человек худеет на стрессе Это я могу сказать... Это если на него жор не нападает Есть такие люди, которые, когда нервничают, они начинают есть все подряд, пылесосить просто Я просто одно время сильно так, кстати, расслабился Ну, были всякие проблемы моральные, психологические и так далее и тому подобное И физические, соответственно У меня давление очень сильно начало скакать, там цифры очень высокие были И просто врачи сказали Ну, брат, ну что, ну если хочешь помереть, то что, пей, кури, гуляй, нервничай Не хочешь помереть, значит, не пей, не кури, не гуляй, не нервничай Ты так прикинул и подумал, что, наверное, второе больше подходит Да жить люблю, да потом дочурка растет все-таки Ну, какая такая красота Расскажи мне про дочурку, потому что когда... Вот, кстати, немножечко наша периодичность встреч нарушена Потому что, когда мы виделись, видимо, с тобой... Она же была, мы с тобой, когда последний раз, наверное, год, полтора, не больше Да, 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 я смотрю четыре года Я опять был на русском роде, по-моему Да, 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 русские песни Русские песни, да Так это было где-то, ну, год, не больше Больше чуть-чуть, ну, не важно, полтора, но ни шоу, ни четыре Димочка Широков мне звонил, знаешь, о чем ты говоришь, конечно Буквально год, не больше года, точно, абсолютно Она уже была, ей уже было почти три года Вообще считается, что, конечно, ребенок очень меняет... Мировоззрение Да, жить мужчины очень, я поражаю Тем более желанной А, тем более еще и дочка Тем более желанной Хотя, да, хотя, хотя мужчины всегда говорят Наследник, там, пацана хочу, и все Мне кажется, что нету больше У меня, скорее, у меня супруга хотела сына Когда даже, когда сказали, еще когда УЗИ сделали, сказали, что девочка Она тут заплакала, я говорю, боже мой, какое счастье Девочка как разала? Девочка, это же богатство в доме Как раз? Я же, понимаешь, София, София Руслановна Казанцева Ты понимаешь, вот мне когда один умный человек сказал Там все говорят Вот парень в ЭРСе там будет Девок всех там туда-сюда Пятый-десятый мужик Я так сразу так смекнул Мне говорят, ну да, вот вырастет девочка Конкурент Найдет твоего мальчика И будет он в зубах ей носить деньги И ходить ее под пятой И будет она им плутить вот так вот Твоей мальчику Ну а что, так оно в жизни бывает Я немножко другое имела в виду Мне кажется, что мужчин украшает девочка По той причине, что, мне кажется, на дочке Ведь мужчина-то по натуре своей, в общем-то, негодяй Мерзавец Да-да-да-да Мерзавец Вот, шелунишка-куртизан Вот, и естественно, на дочке он как-то вот Ты читаешь мои мысли Нет, замаливает какие-то свои грехи Как-то вот то, что он недолюбил То, что он где-то кого-то обидел Где-то он Это на подсознании Да-да-да, мне кажется, что Вот так вот я об этом не думал Вот ты сейчас-то мне сказал об этом Потому что, как правило, мужчина, если себя чувствует виноватым То перед женщиной Не важно, мать это или просто женщина Ну вот мать, и можно сравнить и дочь Потому что все-таки дочь, это как Это не нулевое ростло, это врожденное То есть вот это уже есть, это никуда И, понимаешь, ну это ребенок, который, ну как Ну не измена никакой Никакой неправды не может быть То есть это человек, которому абсолютно веришь, доверяешь И, ну как, ну я не знаю Ну а что может быть дороже Это нельзя Если честно, мне казалось, что ты никогда не решишься На вот такое укрепление семейных, что ли, узкок То вот ребенок Мне почему-то казалось, что ты настолько Что, как бы, когда, ну, в мечтах Да, в мечтах, да Но мне казалось, что ты никогда не решишься Потому что ты настолько такой вот В самом хорошем смысле безбашенный В опиохогуленный и бабник Нет, нет, ну в безбашенный в хорошем смысле Ну что это очень большая ответственность В опиохогуленный и бабник Нет, ну конечно, я очень давно Я где-то лет с 18-ти за стих я мечтал о ребенке Просто тогда этот вопрос не вставал так остро Как вот буквально последние там 4-5 лет Ну и так вот случилось, что вот появилась в моей жизни женщина Которая просто жила и, ну, и родила Здорово, я Клайнин И слава богу, я никогда не пожалею вот на Йоту Что у меня родилась дочь Еще бы, еще бы ты пожалел Так, давай сейчас все-таки у нас программа-то в основном-то музыкальная А мы давно не видели А, поговорить Это да, да, да Под гитарку ты сейчас хочешь спеть? Еще одна хорошая песня Ну это уже точно специально для тебя Ну мне нравится это очень произведение Опять же автор Дмитрий Хмельев Снег идет Пушистый Белый очень медленно На пальто Снежинки падают хрустальные Чей-то кот Крадется к голубю уверенно И опять и на год Еще с тобой взрослее стали мы Вырвать лист Да все никак не получается С альбома хитро улыбаются Твои зеленые глаза Хочется Себя спасти от одиночества Набрать твой номер Очень хочется Да только нечего сказать Для тебя В мороз по струнам Пальцы бегали И глаза От глаз моих куда-то прятались Называл Тебя я снежной королевою Но почему Так рано Опустился Опустился Глупости от одиночества Набрать твой номер Очень хочется Да только нечего сказать Но не срослось Не получилось Но запомнилось Вдаль уплыл Кораблик наших встреч И глупостей Пусть мечты Хоть у кого-нибудь Исполнились А у нас Они остались В грешной юности Вырвать лист Да все никак не получается С альбома хитро улыбаются Твои зеленые глаза Хочется Себя Спасти От одиночества Набрать твой номер Очень хочется Да только Нечего Сказать Хочется Себя Спасти От одиночества Набрать твой номер Очень хочется Да только Нечего Сказать Да только нечего сказать, да только нечего Но снег идёт, снег идёт, снег идёт Снег Не знаю, вот здесь прям совсем разумбаумовская песня И вот, кстати, когда я Хмелёву первый раз услышала На каких-то там конкурсах и так далее Я подумала, то ли мальчишка, он же очень молодой Ну, относительно, уже 30 Да? Как время идёт Или выглядит он старше, да-да-да Это было так, да Да-да-да-да Вот, и мне показалось Либо вот он воспитан был, ну, как-то на песнях Розенбома Либо, когда Розенбом на него обратил внимание Как-то подсказал, что лучше вот так вот писать И этот человек, я имею в виду Александр Розенбом Ну, сыграл очень большую роль в его жизни Вот этот парень Я смотрю, у тебя, ты уже третью песню его поёшь То есть он как-то так Мне на самом деле очень нравится его творчество Я не знаю, почему-то я вот так вот Хотя масса вот авторов Но можно, вот кто не знает, например, доскональное творчество Розенбаума Да, Александр Яковлевич? Мне все в один голос говорят, что это Розенбаум Ну, а дело в том, что Ну, что ж теперь, не петь таких песен? Но зато как раз для просто исполнителя, коим ты являешься Это очень даже выгодно Потому что если бы сказал, вот я песню написал А все бы сказали, это Розенбаум Ну, и что, я просто исполнитель Это же не я написал Не, ну, дело в том, что Ну, а если Даже пускай это Розенбаум Но это хороший стиль И я считаю, что если это имеет право И, кстати, считается, насколько я знаю И, насколько я знаю, один из сложных Вот считается, что Розенбаум Это, по-моему, единственный автор-исполнитель Вместе с которым никогда не споёшь Даже если ты песню знаешь Потому что обязательно он либо чуть раньше Либо чуть позже, то есть вот абсолютно в унисон с ним спеть невозможно Когда я играю на гитаре, аккомпанирую себе и пою Я делаю приблизительно то же самое Потому что иногда не совсем приятно Когда кто-то начинает тебе подпевать Потому что это неудобно А когда начинаешь ломать ритм Затягивать где-то, там, фирмату вешать и так далее Человеку тяжело вместе со мной И он начинает просто слушать Да, он начинает просто слушать В принципе, ты его не обижаешь этим Как бы ты не говоришь, слышь, ты молчи Надоёшь, что мешаешь А с другой стороны, вроде как и ему не обидно И тебе хорошо Ну да А ты произвёшь впечатление человеку, который может спеть абсолютно всё Ну, в принципе, да Потому что я воспитывался на любой музыке Я могу и рок Потому что, например, Александр Маршал Ум на фуртиваль агрима Не собаль корс энти Просто Александр Маршал мне сказал в своё время Он говорит, что любой человек, который прошёл через школу Лабуха, Кабака Может спеть вообще всё абсолютно И причём вот только текст дайте Он может не знать текста А так всё абсолютно Это для него просто Я хочу песню про кирпич Сразу начал Про кирпич Вот лежит кирпич Там он упал со стенки Он навел тебя по голове Но деньги-то уже у тебя Как у кабацкого музыканта Самое главное Когда лох пришёл Дал тебе деньги Не отдать их обратно Потому что это уже твои деньги Да, да, да А есть какая-то песня Которую Я имею в виду, конечно, не беру Там Соловей, например Да, Соловей мой Там Хо-хо Да, вот это вот всё Есть какая-то песня Которую ты не можешь Вот, ну, не получается У тебя пробовал, может быть Не получается Ты её, может быть, не понимаешь Нет, может быть Мой стиль, конечно, есть какой-то Есть какие-то, может быть Классические произведения Там, где там Нужна определённая техника Какая-то джазовая техника Понимаешь? Где именно Где техника нужна Там Ну, все Мелизмы Этим надо тоже заниматься То есть Я поставил голос Я проорался Я могу где-то что-то Там, сомилировать И так далее И тому подобное Но есть технические моменты Которые я не могу исполнить И я, конечно Ну, с другой стороны Мне это, может быть, и не надо Но сейчас очень многие Как-то это, я не знаю Модно, не модно Но, во всяком случае Похвально Ходят, занимаются Там Берут уроки Даже уже В общем-то, маститые И это становится смешно даже Да Потому что люди Начинают заниматься Не своим делом Ну, я, например, считаю Есть такая Что даже, например, Кристина Арбакайте Стала сразу заметна Когда она стала заниматься Принимать уроки вокалом Нет Заниматься вокалом И экспериментировать Это уже совсем другое Она Я могу сказать Кристина Великолепно Она запела Она просто Она действительно Она прооралась Она запела Она Ну, это Талантливый человек Талантлив во всем Потому что я ее творчество Отслеживал Вот с тех времен Когда она еще Сыграла Чучела Она, во-первых Гениальная актриса И, во-вторых Талантливый человек Он талантлив во всем Я вот недавно Нет, просто действительно Учитель фониаторы человека, ну, который занимается... Фониатор для певца. Да, да. Вот, вот. Он говорит, что, в принципе, по большому счету, практически все, то есть, в общем-то, ну, 99,9% люди могут петь. Они просто не знают своего голоса. Они не могут его... Это называется отсутствие координации между слухом и голосом. Вот, вот, вот. Подводишь его к пианино, поворачиваешь спиной, нажимаешь клавишу, он ее находит. Потом говоришь, воспроизведи, и он... Да. 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 Да, да, да. Так бусин, а я тоже пью, я тоже пью, я. Да. А медведь Ситена играл, на прищепе. Вот. Дело в том, что просто вот это нащупать, и мне кажется, что это не зазорно бывает. Человек, вот, действительно, душа. Практически любой человек. Связки, это те же самые мышцы. Слух, это тот же самый... Конечно, когда тренируешься. ...аппарат, когда его постоянно тренируешь. Ну, так ты не занимаешься, ты уже как-то знаешь все, что ты умеешься. Так я занимался этим с детства. С рождения. Я начал заниматься этим еще в утробом матери. А можно... Она посещала со мной занятия по сольфеджио, по вокалу и так далее. Вот есть такая фраза, солнце грязью не забросаешь. Это мой покойный батюшка говорил. Солнце грязью не забросаешь. Но обычно так вот в быту это производное от там мастерства не пропьешь, там, руки помнят, ну, разные какие-то... Пропить можно все, что... Нет. Вообще профукать талант можно? Можно. Или вот если он есть, его можно просто не проявить, но не профукать. Если человек опустил руки, пропить можно. Однозначно. То есть и руки не будут помнить, и ничего, то есть, абсолютно. Если я не возьму инструмент в год, я... То есть это уже не смотришь. Нет, я потом... То есть это как в спорте? Если... Да, абсолютно. Если ты перестал... Вот я как чувствую, вот только у меня простой начался, вот нету концертов, например. Вот ты дома часто играешь, если нет концертов? Я стараюсь при любой возможности, где только она есть, где-то в гостях, где-то друзья, где-то сам. Устроить маленькое шоу. Все равно, чтобы руки помнили, что он помнил голос, чтобы все равно... Это тренинг. Без этого артист не может. Он не должен застаиваться. А, кстати, злые люди могут подумать, ой, Казанцев, какое самолюбование? Как не позовешь, так вот как возьмет с гитару, так и не выгнать его. Нет, сейчас наоборот не заставят взять руки гитару. Да? Леонидович, если раньше... Может быть, поэтому сейчас песня будет под минус? Вот раньше, если ты говоришь, может быть, да. Ты вот говоришь, что у меня действительно был такой период, когда вот я только начался, мне не хватало, я не мог надышаться вот этой, я не знаю, назови это слава, там, успех, как угодно, вот этот кислородный, вот этот голод, я тогда, ну, когда мне надо было. Это любой молодой артист, если у него этого нет, он не артист. Сейчас уже... Но это когда первую машину покупаешь. Абсолютно. Нет, Жигуленок первый. Я им так гордился. Нет, и хочется ездить просто до урной. Я в туалет на ней езжу. До урной. Я в туалет, какой? Я в туалет на ней езжу, о чем ты говоришь. Ну, вот дорогу перейти в магазин, какое пешком? Ты что, в машину прыг? С ключами, да. А сейчас 10 километров пешочком. Очень хорошо. Машинку бросаешь в метро, потому что надоели пробки. А до сужим времени поговорим чуть позже, сразу после песни, какую мы сейчас будем слушать, а ты петь. А давай тогда веселенькую крышу, третий трек, если у нас там есть. Это такая... Сейчас узнаем. Конечно, должен быть, да. Ну, неплохая. Тихо джипами шуршат, тротуарчиком едет крыша не спеша. Наши мальчики нарушать нехорошо. Демократию в государстве. Где еще есть понятия? Строим крыши день и ночь всесезонные. Предложения спросу дочь. Незаконная с крыши разной высоты. Все мы грешники, пальцы в веерам менты, ФСБшники. Вап-пап, шага-даб-дабау, Абью-таб-дудэйс. Вап-пап, шаг-даб-дубау, Абью-пап-бадам. Хочешь ездить, торговать, Растомаживать, Строить, делать, добывать, Быть налаживать. Слышу, слышу я слова, Все светуют, Заведи себе сперва Крышу крепкую. Вап-пап, шага-даб-дабау, Абью-таб-дубэйс. Вап-пап, шаг-даб-дубау, Абью-таб-дабау. Подожгли ночной ларек, Беспредельщики, Увели газопровод. Передельщики, Участковый лишек ну. Ворон ворону, Справедливый суд свернул, Ты шла в сторону, Но тихо джипами шурша, Тротуарчиком крыша едет не спеша. Наши мальчики нарушать нехорошо, Демократию в государстве где еще. Есть понятия. Нарушать нехорошо демократию в государстве где еще. Тихо джипами шурша едет крыша не спеша, Но нарушать нехорошо, Нехорошо демократию в государстве где еще. Вот как ни крути. Крыша хлопает в ладоши, значит плавно у нас хорошее. Да, но ты знаешь, это уже ретро. Это уже ретро. Это же начало девяностых, Это вот как фильм жмурки уже. Смотришь и думаешь, Господи, как они наигрывают, как. А вспомнишь, что было, Ведь это же вот это вот гипер, Вот это вот все, Вот это вот, Это же несказанно, Гротеск вот этот, Это же было так в жизни, Реально просто сейчас. Ну и тем не менее, Я могу сказать, Что эта песня пользуется популярной, Большой популярностью. То есть не перевелись еще? Абсолютно. Нет, ну в том-то и дело, Мы же помним те времена, Это же история. Как? Вот мы же смотрим этот фильм, Жмурки, И смеемся, И порой думаешь, Неужели это было? А ведь это было? И кстати, между прочим, Совсем недавно. И не так давно. Не так уж и давно, да. Вот такое вот. Если смотреть вот в мире с вселенной, То это было вообще недавно. Но сейчас, слава Богу, Как-то стало попроще. Машина потихонечку перестает быть Визитной карточкой. И банков. И слава Богу. Да, 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 потихонечку. И визитной карточкой благосостояния, И имиджа там, и так далее. Но тем не менее, Молоденькие девочки все-таки По-прежнему смотрят в кошелек. Ну, это я не знаю, Это тебе, наверное, Тебе виднее. Я еще мужчина не стараюсь. Нет, ну какие-то, Да, 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 Но какие-то штуки все-таки Перестают быть, Какая-то мишура перестает быть Главной. Недавно вышел пьяненький из метро. Ну, бывает иногда. Ты ездишь на метро? Да. А как сейчас, А как по Москве сейчас передвигаться? Ну, ты знаешь, Если ты поедешь на машине, То ты, ну, в лучшем случае, Лес один, конец, а другой. Вот в Питере я сейчас была, Там в метро 3,5 человека, А действительно, наверху пробки. И в отличие от наших каких-то дорог, Там действительно, Если пробка, все, И мостики, каналчики, И все, это труба. Я ездила, Но там 3,5 человека в метро, И действительно, Я за 15 минут была Из одного конца, Там, Питера в другом конце. В Москве тоже самое, Пусть народу побольше, Но я знаю точно, Из одного конца города в другой, Я доеду за 40 минут, Ну, максимум час, На машине, Как минимум, 2,5-3 часа. Ну, и зачем мне это надо? Ну, в общем, да. Я трачу нервы, Трачу топливо и время. Вот топливо. Топливо, А нервы? А. Там же пока едешь, Ты же облаяешь друг друга, Не один раз. Да, уже можно было давно успокоиться. Ты сказал о пеших прогулках, 10 километров, Пешие прогулки. Это вот вопрос о похудении. Нет, дело в том, Что я едва ли могу вообще представить человека, Который там более-менее, Ну, хотя бы один раз, Был в программе утро На каком-нибудь там из каналов, да? Вот он стоит перед тобой. Дожди, секунду, секунду. Я не про утро. Я про 10 километров. Он там, Он просто там чего-то, И сказать, например, Слушай, там, Каким-нибудь субботним утром Или там воскресным вечером, Сказать, Слушай, пойдем там прогуляемся, Там по бульварному кольцу, Там где-нибудь кофейку попьем, Все мне скажут, Там вот так покрутит у виска, И все. У нас совершенно, Хотя при всем том, что... Знаешь, у меня есть один индивидуум, Который гуляет. В смысле, я не понимаю? Ну, так вот просто гуляет, и все. Нет, ну, Нет, ну, действительно, вот... Да, действительно, Есть такие люди еще есть, Которые скажут, Пошли погуляем, пошли. Ну, так вот клево. Ты часто гуляешь, я хотел спросить. Ты когда последний раз гулял по Москве? Я тебе сейчас могу сказать, Буквально позавчера я дошел пешком от Третьего кольца, Грубо говоря, ну, так получилось, До Цветного бульвара, до Цирка. Это получилось у меня 9 километров. Просто так бездумно шел гулял? Просто не бездумно, а целенаправленно, Скидывая килограмм. А, то есть ты именно для... Я каждый вечер выхожу, И обхожу, например, Орехово-Борисово по кругу, У меня там есть маршрут 6 километров, 8,5 километров и 10 километров. Я на машине проехал, засек по спидометру километраж, И по этому километражу хожу. Но это не удовольствие, это все-таки работа. Нет, работа это, когда ты приходишь в тренажерный зал, Встаешь на дорожку, на беговой, Вот это работа. А это тебя не впечатляет? А когда ты идешь по району, ты гуляешь. Я не тренируюсь, а в этот момент я гуляю. Вот и все. Люди идут, я вижу лица, Я там думаю о каких-то своих... И вот, поверь мне, лучше, чем пробежья прогулка, Депрессия не лечит ничего. Я выхожу весь сжатый, весь вот в такое прямо... Я понимаю, что если я сейчас не прогуляюсь, Все, это будет вилки. Мне придется жрать таблетки, транквилизаторы и так далее. Ты что, так у тебя далеко все заходит? Ну, бывает всякое сейчас. А время-то какое? Господи, 21 век. Ты посмотри, где мы жили. Мы же в Москве живем. Где ты сейчас тут видела здорового человека? На нем я хотел... Уезжай в Питер, там спокойнее. Ну, да, согласен, наверное, я воспользуюсь твоим советом. Хорошо, ладно. У нас времени совсем мало осталось. Хочется еще послушать просто что-нибудь. Ну, я... Ну, тогда есть одна песня. Наверное, все-таки последний, вот этот девятый трек Со второго диска у меня. Конь, конь, да. Хотелось бы ее вспомнить, что такая она действительно хорошая. Она не заезженная, хотя она очень старая. Ее написал Яков Боярский и записал ее в 98-м году, еще работая в группе «Лесоповал». Но, тем не менее, она не утратила своей актуальности, потому что есть вещи на века, а не на потребах. Ну, хорошо. Пой, а мы будем слушать. Субтитры создавал DimaTorzok Подо мной застрелили гнидого коня, И напарник, дружок, бедолага, Вдруг сорвался седла и оставил меня, Разметавшись пластом у оврага. Все равно, все равно, я тебя украду. Пусть меня, пусть меня ты погубишь, И коня вновь в коня для тебя приведу. Воронова, какого ты любишь, И коня вновь в коня для тебя приведу. Я ушел, и они не смогли доскакать, Ездоку только пуля, награда. И теперь, и во сне мне тебя отыскать. Очень трудно, но все-таки надо, Чтобы вместе вдвоем на последней заре Встретить алый рассвет у воды. Там, где звезды горят, Где луна в серебре, Где не знают ни слез, ни беды. Там, где звезды горят, Где луна в серебре, Где не знают ни слез, ни беды. Подо мной застрелили Второго коня И напарник, дружок, бедолага. Вдруг сорвался с седла И оставил меня, Разметавшись в восторг у оврага. Чтобы вместе вдвоем На цыганской заре Встретить алый рассвет у воды. Там, где звезды горят, Где луна в серебре, Где не знают ни слез, ни беды. Там, где звезды горят, Где луна в серебре, Где не знают ни слез, ни беды. Все равно, все равно я тебя украду, Пусть меня, пусть меня ты погубишь, И коня вновь коня для тебя приведу, Воронова, какого ты любишь. И коня вновь коня для тебя приведу, Воронова, какого ты любишь. Чтобы вместе вдвоем На цыганской заре Встретить алый рассвет у воды. Там, где звезды горят, Где луна в серебре, Где не знают ни слез, ни беды. Там, где звезды горят, Где луна в серебре, Где не знают ни слез, ни беды. Все равно, все равно я тебя украду, Пусть меня, пусть меня ты погубишь, И коня вновь коня для тебя приведу, Воронова, какого ты любишь. И коня вновь коня для тебя приведу, Воронова, какого ты любишь. Я сейчас глянул на монитор и поймал себя на мысли, что вот когда какой-то ракурс в профиль, ты на Ермольника похож чуть-чуть. — Могу сказать, что когда-то, вот еще в армейские и послеармейские времена, ко мне даже на улице подходили и брали у меня автограф, но не как у Ермольника, а как у секрет питерский Леонидов, Максим Леонидов. Одно время я был так безумно на него похож, клянусь, что вот когда у меня были баки и такая же прическа, как у него, куда бы я ни приходил, все, учиться математике в вечерней школе, там еще где-то, вот это ты мне напомнишь, а, точно. — А больше приятного в этом было или нет? — Да, знаешь, ничего нету, в общем, плохого быть похожим на знаменитого человека. — Ну, в общем, да, почему бы не быть похожим на Пинфлой, да, это намного лучше, чем, я не знаю, на кого-нибудь, на дядю Ваню и соседнюю память. — Да, да, почему, даже если страшный, но знаменитый, в общем-то, это нормально. У меня есть товарищ, который похож абсолютно на Александра Яковлевича Розенбаума. Ну, прям, ну, просто похож. Ну, и что, я говорю, уходи, гордись. — Так, по-моему, Бельжо очень похож такой. Когда они вдвоем стоят, пожалуйста, они очень похожи. — Да, в принципе, ну и что, если на Ермольник, да, я вообще шикарный. Дело в том, что у меня есть несколько вот любимых актеров, и Ермольник входит в это число. Абсолютно гениальный человек, я считаю. — Ну, да. У тебя всегда, я заметила, ты любишь, ну, помимо танцев сегодня, это просто недопустимо. — А, Жень. — Вот, ну, ничего, будет чем жить. В следующую встречу, в следующую встречу продумаем этот момент. Ну, ты очень хорошо владеешь вот этими вот всеми штуками. — Да, там, нам. — Всякие вот эти вот и по гитаре, и так далее, и так далее. Это, да, да, вот это уже все. Я прямо смотрю, думаю, наверное, ногтям больно. Это какая-то твоя фишка, или ты где-то подсмотрел? — Нет, ну, если ты так сделаешь, то это будет больно, а для меня нет. Ну, кровь из пальца уже взять невозможно. — Ну, это твоя фишка, или ты где-то подсмотрел вот эти вот все? — Это я подсмотрел давным-давно, когда работал в цыганском коллективе. — Вот, я хочу еще и вторая фишка, это когда есть, а практически в каждой твоей песне нет-нет, ну, какая-то цыганский разгон какой-то есть. У тебя, да, 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 у тебя глаз сразу начинает гореть, просто и ты прямо сразу из Ермольни. — Они не становятся, цыганами рождаются. — Да, 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 и ты сразу из Ермольника просто в Сличенко переношуешься. — Ну, талантливый человек, он талантлив во всем. — М? — Талантливый человек талантлив во всем. — Талантливый человек талантлив во всем, а программа, к сожалению, заканчивается. Я бы хотела, чтобы ты, я бы очень хотела, чтобы ты на прощание спел что-нибудь. Какая бы, я бы, если честно, хотела бы, чтобы ты спел под гитарку что-нибудь. Ну? — Ну, поскольку мы же говорили о цыганах. — Давай. — Поскольку я потратил на цыганский образ жизни значительное время в своей жизни, в 8 лет я отработал артистом балета Лен Концерта, делу Рите и вокалистом. То есть моя карьера, она началась, в общем-то, с подмозков именно вот такой цыганской эстрады. И от этого, конечно, никуда не едешься, это останется на всю жизнь. — Вот откуда разгулять-то весь тянется. Любовь ударит, как вино, хмельное в голову, И я попутаю и ноты, и слова. В цыганском таборе душа не знает холода, А вино реку поет гитара у костра. — Да кто ж там разберет меня, Что мне надо? Вон, уйду к цыганям, я стану конокрадом, Ничего от жизни мне больше не надо. Лишь бы ты была со мной, цыганочка рада, Сердце хочет лишь тебя, и душа бросит, Пусть на сконе по степи вдаль уносят. Так зацелую я тебя, моя радость допьяна. Душа измятая, да колы мой, Оторавлена, пролей цыган, В нее немного теплых слов, Она страдала и осталась неподавлена, И, как у всех, имеет право на любовь. Я эту жизнь прожил не по законам Господа, Но я негатив, а если делал зло, То мстил. И никого, клянусь, не оскорбил за просто так, А что грешил, так ты, Господь, с меня спроси. Да кто ж там разберет меня, Что мне надо? Вот уйду к цыганям, я стану катакрадом, Ничего от жизни мне больше не надо, Лиже бы ты была со мной, цыганычка рада, Сердце хочет лишь тебя, И душа просит, Пусть на сконе по степи вдаль уносят, Так зацелую я тебя, моя рада. Зацелую я тебя, моя рада, Сердце хочет лишь тебя, И душа бросит, пусть на сконе по степи Вдаль уносят, так зацелую я тебя Моя рада допьяна Субтитры создавал DimaTorzok